Господи Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, первая неделя Великого Поста, которая называется «Торжество православия». Мы все прекрасно знаем, в честь каких событий названа эта неделя, в честь того, что православные императоры и православная церковь отстояла идею и традицию иконопочитания в церкви, и в этот день был установлен этот праздник. И сегодняшний день читается два отрывка, который один посвящен, соответственно, неделе, то есть воскресному дню. Это отрывок, который мы будем сегодня с вами читать. И сегодня еще день памяти обретения, первое-второе обретение главы Иоанна Предтечи. Ему тоже посвящен отрывок, но мы не будем сегодня его читать. Мы будем читать отрывок воскресный. И сегодня церковь предлагает нам отрывок из послания апостола Павла к евреям. Глава 11 стихи с 24 по 26 и с 32 стиха до конца 11 главы и 12 глава первые два стиха. Вот такой вот составный у нас отрывок сегодня. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые веру и побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих с воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запемнающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший постромления, и воссел одесную престола Божия. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, в день воскресный, в первую неделю Великого Поста, в день торжества православия, церковь предлагает нам отрывок из послания к евреям. Этот отрывок не зря выбран сегодня. Ведь сегодня церковь чтит тех мучеников, которые пострадали в борьбе за право поклоняться иконам, за право той веры, которую бережно хранит и оберегает церковь и посетение. Это предание. Предание о том, что мы можем и должны молиться иконам, мы должны иметь их в храмах, и эта вера далась нам непросто. Она была ознаменована долгими борениями внутри самой церкви, самоочищения церкви. И этот период показал мужество многих и многих исповедников, подвижников веры, которые, несмотря на то, что государственный аппарат Византийской империи, административный аппарат государства оказывал колоссальное давление и на церковь, и на защитников почитания икон. Они не сломились, они отстояли эту веру. И очень символично, что вот этот отрывок о вере и о тех подвижников благочестия и истинного богопочитания в Ветхом Завете читается сегодня, когда мы прославляем уже наших новозаветных подвижников, и говорится о том, что верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновым и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Также и подвижники наши во все времена, и наши новомученики, исповедники российские в 20 веке, они не захотели пойти на сговор со своей совестью. Давайте вспомним не так давно произошедшие события в нашей стране сотни новомучеников, исповедников, церкви русские, которые не претерпевали таких наказаний, как и мы видим здесь. Их никто не перепиливал зачастую пилами. Их отправляли в ссылки лагеря, либо подвергали расстрелу. Конечно, были отдельные жестокие мучения, но в целом их не подвергали таким пыткам. Те испытания, которые они потерпели, они тоже были очень серьезными и суровыми. И они не пошли на сговор со своей совестью. Когда их допрашивали, если мы посмотрим протоколы допросов, которые у нас есть из 30-х годов, мы увидим о том, что эти подвижники, наши верующие, они не хотели никого оговорить. И зачастую тех, кого расстреливали, они никого не сдавали. Они никого не оговаривали. И не подписывали протоколы, порочили их и говорили неправду. Они не признавались в тех преступлениях, которые им инкриминировали, отстаивая правду и не соглашаясь с тем, что им выдвигали и за это поплатились своей жизнью. Что позволяло им так вести себя? Именно вера. Верою, которую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И далее по списку все те, кто страдал во имя Божие, от тех Бог предусмотрел, чтобы все мы вошли вместе в нечто лучшее, как сказано в 40-м стихе, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, ветхозаветные праведники, не без нас достигли совершенства. И 12-я глава, два стиха, это некий такой императив, призыв ко всем нам. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, и ветхозаветных, и новозаветных, из истории всей церкви, общецерковной истории, из истории нашей поместной русской православной церкви, имея такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запоминающий на грех, тем более, что сейчас пространство Великого Поста, время как раз-таки для этого. Сбросим всякое бремя и запоминающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Поприще не просто великопостное, но и поприще нашей христианской жизни. Мы призваны быть светом миру, мы призваны быть той солью, которая осолит эту землю, поэтому отложим всякий грех и будем проходить поприще, наше жизненное поприще, взирая на самого главного нашего начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший постромление, и восел одесную престола Божия. Самый главный наш источник вдохновения это Господь наш Иисус Христос. Его будем почитать, Ему будем верить, в Него будем верить, Ему поклоняться, и через Него будем иметь доступ в присутствие Божие, которое реализуется в Таинствах Церкви, и эту тайну мы должны сохранять в себе от литургии к литургии, от богослужения к богослужению, дабы уметь преобразить мир вокруг себя. Итак, дорогие братья и сестры, будем стремиться быть подражателями совершителя нашей веры Господа Иисуса Христа, имея облако свидетелей, мучеников ветхозаветных и новозаветных, общецерковных и нашей поместной Русской Православной Церкви. Будем следовать их путем, следовать за Христом, молиться Богу, помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о воскрешенном Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова